Укрепление института семьи как ячейки общества, популяризация семейных ценностей, уважения и признания образцовых семей. В Центре духовно-нравственного воспитания Нагат-Тахзым организовали областную встречу под названием Аутнышанрак. Мероприятие приурочили к юбилею независимости Казахстана, а в связи с этим на мероприятие пригласили семейные пары, которые заключили брак 30 лет назад в год обретения нашей страной суверенитета. Семейные чета Абиловых, Гульнара и Алимжан в год юбилея независимости отмечают жемчужную свадьбу. 30 лет назад они связали себя узами брака. Уже три десятка лет Гульнара работает учителем начальных классов в школе села Кусыстек Каргалинского района. В этом же общеобразовательном учреждении ее муж обучает детей музыке. Супруги вырастили пятерых детей, трех дочерей и двоих сыновей. Сын и дочь также пошли по учительской стезе, преподают в 30-й школе города Актубе. Также Гульнара и Алимжан воспитывают семерых внуков. Сохранить крепкую семью возможно, только проявляя уважение и взаимопонимание друг к другу. И тогда никакие жизненные трудности не страшны, отмечают супруги. Хочу сказать, что за 30 лет это немалый срок. Бывали и трудности, и много хорошего было. Но мы, конечно, стараемся с семьей вместе с этими преодолеть все трудности, которые встречались нам на пути. Всегда старались быть вместе. Сейчас стараемся. Молодым семьям, я хочу сказать, конечно, жениться легко, как у казаха говорят. Жениться легко, но сохранить семью это, конечно, очень трудно, потому что в данное время очень много браков, когда женятся, но потом через какое-то время расходятся. Самое главное, я думаю, в семье это уважение и взаимопонимание. В общей сложности 13 супружеских пар из районов области города Актубе получили благодарственные письма от имени заместителя главы региона Булбулы Леусинова и памятные подарки. Все эти семьи, многодетные, творческие, сплоченные, являются настоящим примером для подражания молодым ячейкам общества. Много семей со всего региона подали заявки на участие в мероприятии. В итоге были отобраны самые образцовые. В общей сложности у нас поступило более 30 заявок. Из них, можно сказать, они все были образцовыми, но есть лучшие из лучших. И вот сегодня они здесь. По каким критериям мы их отбирали? Это в первую очередь образцовая семья у себя в районе, в городе, которая непосредственно воспитывает много детей, которые являются и творческими, и сплоченными, и разносторонними. Ну и, соответственно, те, которые являются ровесниками независимого Казахстана. То есть те, которые в браке уже 30 лет. Главная цель, в целом главная миссия данного проекта – это популяризация семейного института. То есть сказать сейчас, что у нас в обществе нет проблем с разводом, с жертвами бытового насилия невозможно. Такие факты есть. И данный проект направлен именно на то, чтобы искорить вот такие вот проблемы в обществе. Проведением подобного мероприятия организаторы постарались привлечь внимание молодежи к популяризации семейных ценностей в обществе. И в целом укреплению института семьи. Ведь именно семья является основой любого государства. Николай Сырбов, Азамат Сауханов, Телеканал Актубе.